Всем привет! Я, как многие знают, очень люблю парные фигурки, и это в равной мере относится как к персонажам, так и к роботам. К чему это я? А к тому, что сегодня я снова решила показать вам сразу двух роботов, синего и красного Астреев в исполнении Metal Build от Tamashii Nations. Эти мехи из манги Gundam Seed Astray, но, к сожалению, за исключением небольшого рекламного эпизода, не появлялись в аниме вообще. Однако манга достаточно интересная, так что фанатам гандамов очень ее советую. Но хватит лирики, начнем наконец-таки наш обзор. И первым на очереди станет Astray Red Frame Kai. По традиции сначала проверяем лицензионный значок и стикер качества Tamashii Nations. И открываем! Первое, что бросается в глаза, так это то, что робот лежит не в пластиковом блистере, а в своеобразном пенопластовом контейнере. Причина проста. Фрейм гандама металлический, и он в итоге очень тяжелый. И дабы не повредить мелкие детали, его очень плотно упаковывают в мягкий, но при этом не гибкий материал, то бишь пенопласт. Ну и конечно же нельзя не удивиться просто огромному количеству аксессуаров. Они занимают большую часть коробки. Что ж, пора уже вытаскивать нашего красавца из упаковки. Иии, у меня просто нет слов. Вы только посмотрите на эти четкие острые линии, на маркировку и на комбинацию матовой и глянцевой покраски. А мечи это просто огонь! Кстати, большая штука на спине, это и есть главная причина того, почему мех называется не просто острый, а острый кай. И это своего рода швейцарский нож космического масштаба, который превращается то в крылья, то в бустер, то в копье, то в лук. В общем, очень универсальная вещица. Хотя честно скажу, именно у красного острея мне некоторые стандартные конфигурации не нравятся, так что я их слегка изменила. А именно лук и бустер собраны в формы, отличающиеся от манги, но это лишь потому, что мне так больше нравится. Говоря про лук, хочется отметить его прочность и то, как хорошо он сидит в руках, ибо вещица не из легких. В отличие от лука, копью не так повезло. Если держать его в руках, то смотрится не очень, а в одной руке сильно приседает, из-за чего для поддержания козы нужно использовать специальный держатель. Пусть он и есть в комплекте, но все равно, чем меньше лишних элементов, тем лучше. И говоря о возможностях, просто нельзя не упомянуть наличие в наборе всех деталей для сборки не кай, а стандартной версии острея, а именно стандартного ранца, щита и лучевой винтовки. Ну и раз в этой форме огромная и тяжелая штука со спины исчезла, то можно похвастаться подвижностью и устойчивостью этого меха. Особенно это заметно, если поставить его на одну ногу. Но перейдем уже к синему острее, или точнее острее блю фрейм секонд ревайз. Это нестандартный релиз, алиментированная версия, распространяемая исключительно через сайт премиум бандай. Чекаем значок и стикер качества, который располагается абсолютно в том же самом месте, что и у красного напарника. И открываем! Ну, как вы уже заметили, его коробка в два раза тоньше, чем у красного, что говорит о меньшем количестве аксессуаров. Причина на самом деле проста. Дело в том, что в комплекте красного острея было все необходимое для конвертации меха в стандартную версию. Тут же мы имеем очень специфическую голову и плечи, что банально не позволяет этого сделать, а ростак, то и базовые детали попросту не нужны. Но зато огромный швейцарский нож на спине превращается не в копье, а в огромный меч, из-за чего робот становится очень похож на своеобразного роботизированного берсерка. Само собой, также можно трансформировать этот меч в ускоритель, и тогда он будет смотреться вот так. А вот отделение лезвий и присоединение к рукам – это уже что-то новое. У красного острея эти части прочно крепятся к конструкции, у синего же их можно снять с меча и присоединить к рукам. В таком виде устойчивость робота гораздо выше, чем с цельным мечом, так что можно даже попозировать его без подставки. С мечом это тоже возможно, но к сожалению, нужно либо ставить его на плечо, либо использовать две руки, иначе он просто не держится в нужной позиции. Ну и последняя официальная конфигурация – это своеобразная пулеметная турель. Кстати, раз основная конфигурация бэтпака такая же, как и у красного, то лук также можно сделать, но он будет немного другой, из-за отсутствия пары деталей. Завершая описание синего робота, хочется обратить внимание на ступни, а точнее на наличие в них ножей. Я сама их особо не использую в позах, но их наличие – это хорошо. Перед подведением итогов хочется показать эту парочку красавчиков вместе. В конце концов, это же парные роботы. И, собственно, итоги. Метал-билды обоих гандамов шикарны. Детализация, конструкция, формы, маркировки – все-все-все просто сияет лучами крутости. Более того, в комплекте у них есть практически все, что нужно для установки на полку. От подставки до сменных частей брони, дополнительных рук и оружия. Но это сделано не просто так. Каждый робот данной серии уникален. А значит, вы вряд ли сможете купить к ним дополнительные аксессуары или эффекты, как, например, для серии робот-домаши. Но с другой стороны, раз все есть, то зачем искать что-то еще? Ну что ж, на этом все. Пойду-ка я и дальше украшать свою полочку с роботами. Всем пока, до новых встреч!